всем привет сегодняшний выпуск он полностью посвящен такому важному разделу как отопление дома сейчас зима сейчас конец января и я еду к себе в дом чтобы установить газгольдер сегодня у нас будет проходить монтаж газгольдера и я бы хотел затронуть это очень очень важную тему с газоснабжением с отопления вообще в целом доме потому что если вам ценно ваше время то есть если вы не строите дом за там два три сезона да то есть это там через три года я заеду в свой дом если вы собрались построить дом и заехать на него допустим в следующем году то есть построите коробку сделать отделку купить мебель все завести и уже кайфовать через полтора года да то есть это как раз реальный срок реализации коттеджа на самом деле любой площади ну до 1000 квадратных метров вот то вы цените время и вам нужно поскорее дать тепло так вот для этого существует такой лайфхак можно купить газгольдер себе временный до до тех пор пока вы не оформите себе централизованный газ значит газгольдер это такая специальная емкость в которой закачивается сжиженный газ и подается в дом соответственно у вас отопление в доме работает и вы в зиму можете производить все виды отделочных работ и соответственно инженерных собственно так я и поступил ну в общем вот я приехал на участок смотрите как все это выглядит все завалило снегом вообще все 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 сейчас надо как-то туда пролезть блин тут просто нереально много снега вот а за моей как раз спиной находится тот самый газгольдер который мы сегодня будем устанавливать сейчас решаем как будем поступать с газгольдером и его разместить потому что здесь у нас все-таки основной въезд и газгольдер будет мешаться техники которая будет завозить оборудование и там отделочные материалы поэтому все-таки решили разместить перед большим окном который выходит в лес и вдоль фасада повести металлической трубой уже зайти в котельную по стене и так мы почистили снег сейчас установим специальные блоки они по сути являются фундаментом для газгольдера и на них уже установим газгольдер который нам сейчас привезли я решил купить газгольдер бушный почему потому что он мне в принципе нужен всего лишь на один год но я хочу сэкономить более того я договорился с продавцом о том что он мне его продает я его использую год а потом через год он у меня его забирает вот ну там цена минус 20 процентов как бы но зато я целый год им пользуюсь то есть в принципе это очень выгодно и удобно поскольку мне зимой можно проводить любые ремонтные работы ну вот как то так выглядит сам газгольдер по сути это такой какой то не знаю маленькая подводная лодочка до которая находится за моей спиной видите я себе купил подводную лодку собственно на участке и когда у меня будет готов бассейн я буду в ней погружаться на дно вот так она собственно выглядит прикольная штука и несмотря на то что она бушная вообще все говорят что бушные старые они лучше новых почему потому что они толщину стали имели 10 миллиметров в отличие от современных которые пт у продаются и 6 и 7 миллиметров и это в лучшем случае 5 миллиметров тоже продается поэтому вот такая вот штуковина полностью гидроизолированная она вроде как очень надежная и на десятки десятки лет ее хватает тем более современные производители кстати говоря у них есть такая уловка они вам продают мол гарантия там 10 лет но когда начинается что там вот были такие случаи вот мне рассказывает профессионал когда были какие-то претензии к этим бочкам значит к этим газгольдером что молотом травят еще какие-то проблемы ржавеет то у них есть такой пункт что вы должны раз в год проводить техническое значит обследование с получением акта и в техническом обследовании знаете что должно быть толщина мерам меряю толщину стали сами понимаете вы должны ее раз в год газгольдер извлекать из земли кто это будет делать естественно никто поэтому если вы будете к современному производителю иметь какие-то претензии вам просто будет отказано даже в судебном порядке потому что вы не выполнили то что прописано в паспорте то как бы свои обязательства которые должны выполнять поэтому тут смотрите выбор за вами новое или б.у.у. решайте сами помнится когда-то я выбирал участок и думал купить один который находится здесь недалеко в карте но там была проблема там очень трудно было к нему подъехать там такой резкий поворот который был шириной там буквально три метра и в общем я очень долго думал сомневался но прям загорелся хотел его меня остановил мой отец который сказал не надо брать зиму туда ничего не проедет и жена мне постоянно говорила что это очень плохая идея и вы знаете я столкнулся с даже с тем что здесь вот в поселке в картинской горе где у меня сейчас находится дом даже здесь застревает техника вот так вот это выглядит это наш манипулятор который только что привез газгольдер вот он встрял на углу и сейчас уже там полчаса если не больше пытается как-то выехать отсюда вот понимаете хотя дорога широкая повороты в общем я это все к чему рассказываю к тому что ребят я вас призываю не ведитесь только на свои ощущения еще смотрите реально на ситуацию чтобы были очень удобные подъезды иначе вы не только не достроитесь еще будете постоянно попадать на конфликты с соседями все добби свободен слушайте но я уже честно устал от этих всех приколов постоянно чё-то где-то не проходит мы уже соседом с вами уже ссорились два раза из-за этого что ему уже кто-то снес столб ладно этот хотя бы наш свой человек я его знаю если он бы сейчас снес он бы там заплатил бы денег и все было бы нормально но вообще вся эта ситуация достала честно прям буржу бесит вот тут сидит мы установили перед домом газгольдер он у нас не будет закапываться поскольку через год я его уже буду убирать и проведу централизованное газоснабжение значит от этого газгольдера должна пойти труба которая будет заходить в котельную и идти в котел соответственно мы решили зимой ничего не копать а проложить по наружке взяли для этого металлическую трубу потому что если берется пластиковая труба она по нормам закапывается металлическую можно вести по наружке соответственно она у нас идет перед фасадом дома для того чтобы фасад дома не портить мы ее поставили на такой вот кирпичик облицовочный который у нас оставался вот и сейчас собственно сварим вот эту трубу и проложим таким образом чтобы она никому не мешалась была защищена но при этом от газгольдера был доступ соответственно газа в котельную сварка закончена помощью пенного раствора проверяется герметичный швов газгольдере закачан воздух под давлением большим редуктор установлен гибким шлангом и под давлением проверяется герметичность сварных швов на данный момент смонтирован газгольдер установлена вся аппаратура запорная значит подключен гибким шлангом к редуктору значит редуктор соответственно здесь вот вывод давление будет показывать вот этот магометр вот это открыть закрыть подачу газа это это заправочный с патрубок точнее торловина заправочная это аварийный клапан вот это это у нас технологический кран для заправки воздуха спускаем и показатель полноты заправки бака указывает в процентах максимально 85 процентов вот такая вот у нас арматура установлена заправка идет показывает примерно 40 процентов выполнения давление петерочку так что все нормально закачано примерно 1000 литров